сейчас мы рассчитываем под мотором выйти из бухты там раскинуть паруса и до самого канала пройти под парусом ну по каналу понятное дело нам придется идти под мотором поскольку под парусом и там запрещено и так идет дождь ветра почти нет трудом удается поймать хоть какой-то ветер если видно флажочек вообще он минут 20 до этого висел вниз без признаков жизни паруса наши наполнились хоть каким-то небольшим ветерком ловим буквально каждое дуновение потому что мы не знаем точно расход топлива нашего мотора а поскольку нам предстоит обязательно моторики по каналу так как там запрещено передвигаться под парусом то соответственно есть риск что топливо у нас закончится если вдруг мы ошиблись в расчетах пытаемся выжать максимум из нашего парусного хода кстати благодаря плохой погоде сегодня не так многолюдно как обычно выходные дни на нашем пироговском водохранилище поэтому управлять не так сложно меньше маневров обычно мы постоянно лавируем между другими яхтами между сапами между виндсерферами а сейчас свободника всех вышеперечисленных нету на воде ну там яхточки которые идут также медленно как мы и особой сложности для их обхода не представляют итак мы увидели какой-то странный предмет на воде хотели его спасти но у меня что-то ощущение что он там на якоре каком-то но может быть мы сейчас повернули в его сторону идем и медленно сейчас будем попробовать подцепить да это воздушный шарик тебе дать крюк пойдем забирать ура наш первый опыт удачного спасения ну шучу насчет 1 потому что все таки мы этот трюк как-то проделали на экзамене в гимс но на моторной лодке зато теперь ребенок радуется вот такому шарику как вы думаете думаете чем мы сейчас занимаемся мы повторно спасаем шарик короче у нас дунул ветер которого мы не ждали уже не надеялись шарик взлетел и улетел из нашего когтита ребенок бьется в истерике мы не выдержали приняли решение развернуться и попробовать его еще раз спасти без ветра на самом деле это сделать очень сложно крайне сложно вот сейчас я его если честно потерял и 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 Повторное спасение шарика, закидывать его в каюту. Олежка сидит с пойманным шариком. Чтобы больше он не улетал, мы его привязали, решили подстраховаться. Итак, друзья, ветер совсем скис, мы решили идти под мотором, поэтому вешаем знак, конус, перевернутый конус, поскольку решили не убирать грот, но чтобы оповестить другие суда по правилам о том, что мы все-таки идем под мотором, мы обязаны его повесить. К сожалению, в принципе, у нас здесь, да и за границей, не помню, чтобы соблюдались эти правила, ни о якорной стоянке, ни конусы, когда идут под парусом и под мотором. люди очень часто пренебрегают, но мы так делать не хотим, поэтому специально приобрели эти складные знаки, они много места при хранении не занимают и используем их по мере необходимости. Ну, ты же его поднимешь? Музыка 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 Возьмешь управление? Ну все, теперь мы официально моторное судно. Друзья, кто как решает проблему отсутствия ветра? Вот там вот люди решают эту проблему с помощью весел. Ну, кстати, идут достаточно бодренько. Честно скажу. Входим в зону с активным движением. Это узость между Пироговским и Клязьминским водохранилищем. Ну, то есть Пироговское водохранилище, по сути-то, и есть часть Клязьминского водохранилища. Как правильно написано в умной литературе, Пироговский рукав Клязьминского водохранилища. Итак, мы пришли вот оттуда, из перешейка между Клязьминским и Пироговским водохранилищем. Вот это вот Клязьминское водохранилище. И сейчас мы пойдем в канал. Вот здесь, между двумя белыми столбиками, я думал, круто. А сейчас у нас закончился бензин, поэтому выключай камеру, держи руль. И давай побыстрее. А сейчас у нас закончился бензин. Выдаю побыстрее. Да, закончился. Половина очень быстрее. Ну, значит, тут меньше было. Я надеюсь, нам хватит одного бака пройти. Вот так происходит дозаправка на воде. Сюда выход... Да, мы на нем. Да, мы на нем. Так, мотор снова заверем. Давай я сверну, все, управляем. Итак, друзья, мы в канале имени Москвы. Ну, точнее, если говорить правильно, пироговский рукав Клязьминское водохранилище. Клязьминское водохранилище. Это тоже часть канала имени Москвы. Ну, а сейчас мы вот в реально выкопанном узком канале. Так, ребят, скажу честно, здесь вроде такой узкий канал, и со всех берегов крайне аппетитный запах шашлыков. Вот мы вроде идем по каналу, там буквально совсем чуть-чуть, а слюни текут, как из ведра. Очень жестоко по отношению к тем, кто доплывет и не может позволить себе шашлыков на своей маленькой лодочке. Вот такие большие прогулочки. Кораблики ходят по каналу. Ну, кстати, что-то подобное заходит и к нам на пироговскую водохранилище. Стилизованный кот парус. Интересное сооружение, похоже на какую-то старую пристань, возможно, заградительные ворота. На той стороне есть отстанье, на той стороне и тут и рыбаки. Встречка, встречка, встречка. На воде тоже есть встречка. Тем временем, наш аллигатор лег спать вместе с пойманным шариком. По встречке. По встречке. Моторная лодка обходит. Вот так все это происходит на воде. Все люди, которые едут на Ане Красов, привет! Тем временем, мы какую-то большую водоросль намотали на винт. И она теперь вот так вот за нами плывет. Но, к сожалению, здесь пока нет возможности заглушиться и снять эту водоросль. Ну, пока сильно не влияет. Нас обогнал такой вот красавчик. Прогулочный корабль Некрасов. Вообще, конечно, здоровенная штуковина. Витя, все-таки, решила заглушиться и снять водоросль. Вроде бы сейчас из-за нашего горошка. Да, у нас тут целую зелень на ужин насобирали. Все, теперь мы без водорослей. Поймали момент, когда нет никакой ни встречи, ни обгона. А так впереди идут еще два встречных судна. У нас опять пошел дождик. Пока что небольшой. Мы надеемся, что он быстро закончится. Олежечка проснулся. Что ты сказал? Матча сказала. Это вот... это церковь, типа, Витянеева? Ну, скорее, деревня. Деревня. Кстати, по Навиониксу здесь где-то пиццерия. мы просто пока шли по узкой части канала нанюхались запахом шашлыков с берега и достаточно сильно проголодались дождь усилился прям жестко, мы все мокрищие Олежка проснулся но в упор отказывается идти в каюту ну а ливень все усиливается друзья, наконец-таки впереди Пестовское водохранилище ливень не прекращается так и идет мы все промокли как я не знаю кто все прям насквозь мокрищие до трусов можно все выжимать поэтому мы очень рады увидеть Пестовское водохранилище там вроде бы небо посветлее я очень надеюсь что дождик прекратится мы сможем как-то вытереться, чуть-чуть просохнуть как я говорила, уже чай я забыла термос с чаем поэтому чай горячий мы себе сможем организовать только когда встанем на якорь мы в Пестовском водохранилище вода гладкая здесь никого мы вот смотрим на этот остров который посередине в прошлом году одни из наших соседей которые почему-то в этом году еще не спустились говорили, что они ночуют возле него да? да вот и рассказывали, что можно пристать прямо к берегу сейчас мы смотрим по глубинам что там да как потому что если честно всем уже хочется чуть-чуть остановиться залезть в каюту переодеться в сухое и подогреть чаю Витя пошел готовить якорь мы пока что обдумываем где его бросить и встать на стоянку смотрите, солнышко выглянуло впервые за сегодняшний день так, ну вроде бы вот здесь решили бросать якорь посоветовались у стоящих здесь на якоре чуть позади людей на яхте ну на вид у них яхта килевая по идее глубина должна позволять Витя сбросил якорь 30 метров к сожалению, это колода так что глубина ну в районе 3 метров ну мы надеемся я не понял кто там такой по курсу мы 12 километров 9 выкинули но у нас якорь хороший ее сюда хорошо держат ну понаблюдаем как нас будет выключи нафиг эту рацию пока там все переругаются а рот я вас 2 километра наблюдаю как бешеные вот у той яхточки мы спросили по поводу глубин здесь нас отправили сюда а у них на борту мангалы они шарят шашлычок там спускаем парус как положено повесили черный кружок сообщающий проходящим судам о том что мы здесь стоим на якоре и никуда не идем когда стемнеет повесим фонарик вот такой берег позади а в 9 часов вечера как сейчас сообщил Витя синоптики обещали опять сильный дождь я тут Болтина смотрел здесь то может и не будет ну да тут туда Болтина если по прямой рукой подать да так ну что у нас подогрелась вода мы залили бумш пакеты лапшу быстрого приготовления можно съесть вообще мы ее обычно не едим не подумайте только в походах а походы мы ходим второй раз у нас поход первый раз была ночевка на яхте в яхт клубе но мы тоже ели лапшу быстрого приготовления потому что без каких-то удобных условий и когда есть вот такие мелкие козявки на борту сосредоточиться на приготовлении чего-то более серьезного у меня не получается мы приблизительно прошли 15 километров сожгли примерно 5 литров бензина то есть получается что у нас выходит где-то литр бензина на 3 километра а значит на сотню это расход ну правильно 33 литров вот такой вот расход бензина на водочных моторах а у нас сколько с собой литров? у нас с собой еще осталось еще 12 литров хорошо то есть нам хватит да, нам хватит пока за окном светло я решила постелить постель потому что если сейчас опять начнется дождь и мы сюда запрыгнем все мокрые возможности спокойно и качественно ее постелить уже не будет ну что, постелила я постель как получилось теперь пойдем встречать закат вот такой вот закат на Пестовском водохранилище так получилось, что у нас нет якорного огня на макушке мачты поэтому будем фонариком изображать якорный огонь нашим любимым фонариком очень классный фонарик всем рекомендую итак, вот так вот у нас выглядит якорный огонь Олежка на фоне огня вот так но сейчас еще светло в принципе сейчас еще рано его включать зато мы уже готовы это делать сегодня пока шли по каналу я поняла насколько же скучно идти под мотором это просто катастрофа дыр 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 прикольно из развлечений действительно был только дождь ну хоть какое-то разнообразие потому что мы шли у нас мотор достаточно слабенький мы шли часа три наверное вот этот дыр 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 и ничего не надо ни галс менять ни перескакивать ну ничего просто ничего не знаю я просто чуть соскухи не подохла грот разглядываешь потрясающий малиновый закат на Песовском водохранилище представляете сейчас у нас ни с того ни с сего погас свет и как оказалось сел аккумулятор впереди вся ночь слава богу что наш якорный огонь никак не зависит от аккумулятора он на чем у нас на батареях он на отдельных батареях заряда которого должно хватить ну для телефона у нас есть наполовину заряженный пауэрбанк посмотрим что как будет ну конечно неприятная такая неприятная новость прям уже после заката вот это кто-то несется с проблесковыми маячками возможно гимс не знаю отсюда вообще нереально разведет мы тоже включили свой якорный огонь чтобы нас видели другие суда он вот у нас делепается на якорном круге теперь мы видим и для других сегодня такое красивое полнолуние очень красивое думаю ночью будет достаточно светло если конечно не пройдет сильная гроза вдалеке тоже светятся кораблики и берега различные сооружения на берегах вот здесь у нас кстати стоит яхточка не могу так приблизить в том что яхточка там осталась но что-то никаких огней на ней не видно папа и Олежка углубились в попытку разобраться и ремонтировать в особенности Олежка мы готовимся ко сну натянули тент дождя пока нет что нас очень радует а здесь еще протянули веревку под гиком чтобы развесить мокрое полотенце оно совершенно не высохло очень сильно мокрое не хочется его затаскивать в каюте ммм ммм где еще спит я сейчас выглянула м 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 а тут туман м м м м молоко вообще ничего не видно я сейчас залезла включила посильнее наш якорный фонарь дождь ночью так и не случился на воде штиль ночью несколько раз срабатывал аларм или как оно правильно называется с устройством которое контролирует твое нахождение на ялках чтобы поспать спокойно туман постепенно начал рассеиваться и появились очертания берега правда пока только стороны рассвета красотища красотища не правда ли противоположной стороне все тоже молоко вот вот сейчас почти разъяснилось и наконец-таки стали видны все эти рыбаки которые ходили вокруг нас один два вон там вдалеке есть еще третий телефонная камера к сожалению их очень плохо фиксирует и не дает приблизить наконец-таки стало понятно кто все утро в тумане ходил вокруг нас туман рассеялся и я вижу что сегодня утром Пестовское водохранилище не такое пустынное как было вчера много рыбаков там стоит по-прежнему яхта которая вчера там стояла видимо на якоре правда ее огней мы ночью так и не увидели либо нет либо бледный решили позавтракать чем Бог послал а Бог нам послал сегодня охотничьи колбаски паштет из индейки чаек горячий и еще много вкусняшек которые мы пока не доставали но достанем если не найдется всем официальное доброе утро как тебе спалось отлично но пора воду с меня снимать сеченька наш котелочек закипел мы начинаем поднимать якорь и готовимся отходить такая вот интересная лодочка ходит вокруг на самом деле вот с утра в тумане они подошли достаточно близко потому что до этого просто не видели нашу яхту я их узнала по форме и уже стоя раз наши яхты обсуждали что надо чуть-чуть подальше подходить Витя поднимает якорь ну как якорь оторвался от дна все мы не на якоре да обманули не песок пил да ну возможно в разных местах по разному Витя полощет якорь от ила ветер так и не появился поэтому под мотором решили немного прогуляться по Пестовскому водохранилищу конечно очень хотелось это сделать под парусами но не судьба здесь вот так вот интересно пришвартовавшись бортом к борту стоят два либо больших катера либо маленьких кораблик я так понимаю именно с них спустился вон тот вот водный мотоцикл который носится рядом Олежка втянулся и теперь требует у папы право управления к сожалению Олежке мы его полностью передать не можем а мы хотим посмотреть противоположный берег повниматель здесь вот проходим какой-то яхт-клуб судя по матч там целых пять яхт но остальное как и рад но близко к берегу мы идти побаиваемся потому что на Вионикс утверждает что там достаточно мелко а поскольку акватория нам незнакомая на пород с нами ну не очень бы хотелось интересно что здесь вообще удачно если бы был ресторан приплыл сюда можно бы швартоваться перекусить тем временем мы приближаемся к каналу идем обратно на входе канал канал нас обходит яхточка с более мощным моторчиком балут на весь деревянный ну очень резвенько идет очень резвенько а мы начинаем ходить в болтанку канала здесь одни полно заканчиваются другие начинаются и так всю дорогу вот эти люди походу просто катаются туда-обратно потому что они только что прошли нам навстречу вышли в Бестовское развернулись мы покачались на волнах от их лодки и они прошли обратно и мы опять качаемся на волнах от их лодки развлекуха ходить по каналу туда-обратно ну а что еще делать на моторной лодке парусов нет скучно у нас рассыпалась крышка от металлической конвитеры с бензином поскольку ее все равно надо чем-то закрывать синий изолент будет лежать вечно Илья Муровец пошел наконец поход далеко ли не знаю привет соседям итак выходим из канала движение началось очень напряженное прям все хотят в канал войти только мы хотим из него выйти путь у брата прошел как-то веселее и быстрее наверное потому что уже знали сколько примерно нам времени идти не было беспокоиться по поводу того что не хватит горючки ну и просто созерцали окружающую нас зелень да и дождя особо не было возвращаемся в нашу дорогую пироговку без мотора да как только вышли из канала свернули от него и начали ставить паруса очень по ним соскучились а еще очень соскучились по тишине вот мы и вернулись входим в Ореховую бухту здесь как всегда саперы господи катамаранеры и просто клубальщики кого только нет сейчас будем лавировать между голов лавировать 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 Продолжение следует...